Всем привет! Митинг на Пушкинской площади, мы пока ходим вокруг Пушкинской площади, пока там выступают депутаты. Пушкинская площадь отцеплена, чтобы на свою площадь никто не пошел и весь народ толпится на пятачке около памяти, где выход из подземных переходов. Народа много. И сейчас... Да, ну то есть народ у нас стоит уже на подстраховой площади, там выступают депутаты, разрешите. Вот, там у нас выступает... Выступают депутаты. Так, сейчас попробуем... Сейчас попробуем пройти... У нас вот этот канал. ДПС. Ну, видите, народу много. Люди уже вышли на Тверскую. Из-за того, что площадь перекрыли, все не помещаются. Люди стоят вот на парапете пешеходного перехода. Вот. Тут у нас стоит ОМОН. Вот. Здесь можно у нас как-то пройти. За каждую руку. Вот. Тут у нас вот Женя Фергман. Ходит между ОМОН. Вот. Подойти к выступающим депутатам нельзя, потому что очень много народу. Я не знаю, может быть. Кстати, я думаю, может быть тысяча человек и есть. Кстати, как лучше, вертикальное или горизонтальное видео? Товарищи! При стечении этого массово, люди наших избирателей и москвичей, мы берем обязательство! Так, я сейчас достану под аппарат. Немножечко. Так, секунду в кармане посидите. Так, секундочку. Так, я сейчас. Разобраться и прилюдно! При всех! Наказать всех людей! Лишите рабочих мест! Чего родились! Мы делаем официальное заявление депутатов Государственной Думы! Генеральным вопросом! Вы решите! Так. А теперь снова Николай Евгеньевич Левов, депутат Государственного Думы, фракция КПРФ. Так, я сейчас настроюсь, чтобы и снимать и... Проблемы нашей великой страны. Но я... Так, все. Значит, давайте. Следующие проблемы. Проблемы, конечно, таковы. Это частые проблемы. Её необходимо решать. Беспорно. Необходимо решать. Но забывайте стать тем, что мы с вами живем 25 лет в дуржазных... Уважаемые, потеснитесь, пожалуйста. Не мешайте проходу других граждан. Потеснитесь, пожалуйста. Делайте шаг вперёд. Здесь проходят люди, которые мимо идут. Проходите, пройдите чуть-чуть. Вы меня слышите? Потеснитесь вперёд. Здесь нет проходной части. Здесь нет переходов пешеходных. Вы её заняли. А пешеходных... И люди переход по проезжей части. Вот закрыли площадь. Из-за этого все выдавали. Мы вообще ничего не заняли. Здесь нет, искресивые. Они стоят на тротуаре. Стоят на тротуаре. Мечто. Так, ну что. народу много. На самом деле, я думаю, будет меньше. Народа, я думаю, тысяча человек есть. Здесь у нас бегает Филипп Киреев из МОС-ленты, который говорил, что здесь человек 200. На самом деле, народу больше. Кирилл, наверное, ошибся. Я думаю, тысяча человек здесь есть. Вот. Зазавайте вопросы. Я не могу, к сожалению, подойти к выступающим. Там выступают депутаты от КПРФ, и формально это встреча с депутатами. Но подойти туда нельзя, потому что, действительно, все занято людьми. Люди, видите, стоят на репетах. Попробуем повыше. Стоят здесь около домиков. Это на Пушкинской площади. Я думаю, около нуля. Дождь в хорошем месте стоит. Да, они стоят в хорошем месте, но туда уже не пройдешь. Вот. Площадь перекрыта. Площадь мы здесь не пройдем. Тут у нас стоят... Площадь пустая. Там какие-то люди с собакой ходят. Сейчас вам увеличу. Блин. Вот. Там ОМОН с собаками ходит. Из-за этого все люди, они скопились. Блин. Так. Это уже у меня уменьшило все, да? Ага. Вот. Слушайте, невозможно подойти к месту, где выступают депутаты. А кто выступает сейчас? Это Пушкинская. Это на Пушкинской, да. Люди с чем-то соглашаются, но непонятно с чем. Ничего не слышно. И не видно. Сейчас попробую подойти поближе. Мы здесь не вести в эту власть. Законный способ. У нас не дала возможность просто на всех кадровших стадов. Давайте не забываем, что за законом... Проголосовала только одна фракция. Единая Россия. Вот. За закон о платных парковках проголосовала только Единая Россия, говорят со сцены. Но... Подождите, а... Так, вот. А закон, оказывается, принял Медведев. То есть... Вот. Он виноват Медведев, оказался. Медведева в отставку. Кричат на площади. Он как-то говорил Собянина. Собянина в отставку. И Лексутова в отставку. И Лексутова в отставку. Ура! Вот. Путину в отставку. Кто-то робко крикнул, но его не поддерживают. Владимир Иванович Бессонов. Так. Владимир Иванович Бессонов выступает. Мы будем здесь! Добрый вечер, у вы Sternosho! Завтра потом... Немитинг будет проходить в России на Нану. Отготовывая нерезинка. Я в Мимго. Я в Мимго. Поехали. На что-то не поднялись. Надо купать квартиру в Москве, и меняют их тут. Собенно парковаться здесь. Я в Мимго. На книгу так всегда... Нет. Кричат на... Я считаю, что Митвин собрался из-за того, что есть несправедливость, а нашего Дермена повышенное чувство справедливости. Говорят, что Митвин собрался из-за того, что у нашего народа повышенное чувство справедливости. Но как-то народ не очень активно поддерживает. Выражают благодарность собрался из-за депутатов Государственной Думы Рашкину, Родину, Потапову. Рашкину, Родину и Потапову, депутатам Государственной Думы от КПРФ, выражают благодарность за то, что они устроили здесь встречу с избирателями. Полиция не вмешивается. Полиция у нас ютится в автозаках. Живота своего. Это я знаю на собственном выпуске. Пятый год. Правоохранительные автозакры преследуют меня якобы за избиение двух полковников полиции в Ростове-Розно. Так. Ну, насчет проблем митинга, то что с тем оплатных парковок постоянно съезжают на какие-то сопутствующие темы. Каждый выступающий говорит о своих проблемах. Есть уже и тарифы, и ЖПХ обсудили. И вот сейчас человек говорит, что на него дело уголовно несправедливо завели. Поэтому получается, на мой взгляд, не очень конструктивно. О! Чувак пришел с плакатом. Сейчас его, скорее всего, задерживают, потому что с плакатом выходить нельзя. А, Бессона? Так, смотрите. Сейчас чувака вот этого задерживают, потому что по закону на встречу избирателей с депутатом приходить с плакатом нельзя. Так, Владимир Ивановича поддерживаем. Так, это депутат Заксобрания, я так понял, Ростова или Ростовской области, который сейчас выступает. Но он говорит о своих каких-то проблемах. Насколько я знаю, в Ростове платных парковок нет, и непонятно, что он здесь делает. Так, чувак. Это московский номер. Это московский, да. Да. А вы думали, они не из Москвы? Нет, ну там чурок по-самному много. Что? На выходе чурок очень много. Кого много? Чурок полицейский. Чурок полицейский? Чурок полицейский. Так, московский. Ну, тычки у нас. Отойди, слышь, фотограф. Что тут? Бог, деньги, христос. Так, а вот этот знаменитый, значит, Филипп Киреев. Илья Марламов будет снимать на своем эфире, скрывать лицо. Как какое-то... Илья болеет. И боится простудиться. Так, хотя сколько народу смотрят? Они уже, кстати, вот, смотрите. Перископ, перископ, перископ. Давай я сейчас фоткаю. Да. Перископ, перископ. Ну, я на тебя ссылки весь вечер даю. Поэтому ты... Ты я не видел. Да, я естественно видел, ты в Twitter войди. Так что давай, не надо здесь. Спасибо. Моя аудитория, вместо того, чтобы смотреть меня, она смотрит тебя. Лицо вскрывать на местном месте нельзя, задержит. Окей. А я буду делать перископ из автозака. Так. Ну что, Филипп, как вы думаете, задержит ли человека? Я думаю, задержит. С плакатами нельзя, с плакатами нельзя на встрече с избирателями. Ну, какой это плакат, это кусок картона. Ну, там же закон, как-то я понимаю, довольно вольно это все интерпретирует. Я думаю, да, полиция когда увидит, его задерживает. Потому что я так понимаю, всех, кого задерживали, задерживали с плакатами. Да нет, тут вообще плакат. Коробка от холодильника. В общем, мы за то, чтобы чувак стоял. И, надеюсь, его не задержат, и никого больше не задержат. Вообще, задерживать людей по беспределу нельзя. Практически все задержания, которые происходят, они происходят по беспределу здесь. Никаких законов, оснований у полиции нет. Вся история, то, что они сейчас предъявляют по поводу того, что нет прохода для обычных людей, она, как я вам уже сказал, из-за того, что вот там вот стоят заборы, и люди не могут уйти на площадь и вынуждены толпиться здесь. Поэтому то, что люди якобы мешают пешеходам, это надуманный совершенно предлог, не имеющий отношения к реальности. Здравствуйте, друзья! Наконец-то споялось людей, когда вы. Так. А ну-ка быстро давайте, расшарьте. Нажимайте на число смотрящих и расшаривайте трансляцию. Давайте до 1000 зрителей доведем. До 1000 зрителей доведем. Так вот. Слушайте, ну народу много, народу много. Лексутова нет, Лексутова нет. Ну вот, чувак классный. На плакате написано, Лексутов, чей бог деньги. А на втором плакате написано «Твори мечту». Чувак креативный у нас. Плакаты высокохудожественные. «Нам нужно менять полностью власть. Полностью власть в стране. И не только». Так. Значит, собственно призывают менять не Лексутова, а менять полностью власть в стране. Между прочим, требует народный суд. Люди требуют народный суд. Так, со сцены звучит слово «революция». Жулик-поваров убрать из власти. И третий путь оставить все как есть. Значит, как видите, люди заняли одну полосу движения на Тверской. Дальше стоит ОМОН. ОМОН и ГАИшники. Вот здесь есть небольшой проход. Людей на дорогу не упускают. Антон Тушин. Знаменитый фотограф. Как ты оценишь, сколько людей здесь? Что? Сколько людей? Я думаю тысячи и полторы. Тысячи и полторы. Я думал тысячи, но может быть полторы. Не видно всех. Я был с другой стороны. Полторы. Полторы тысячи у нас дает Антон Тушин. Вот, вставляем их право собираться! Так, сейчас я... Аппогай, сделаю немножко фотографий пока всё спокойно. Несмотря на Омон. Несмотря на Омон. Так. Полный митинг заканчивается. Несмотря ни на что. Несмотря на что, были угрозы и некоторых забрали сейчас отглудили. Мы отстояли право на демократию, это великое заявление. Молодцы, мы молодцы. Вы слышали, да? Со сцены, я не знаю кто, говорят, мы отстояли право на демократию. Мы молодцы. Значит, вот это Потапов, депутат государственного дома, это КПРФ. Это были люди, или кто они были, которые стали давить толпу вместе с женщинами, и которые бросили меня в металлой корректуры. Значит, сейчас говорят про полицию, которая пыталась выдавливать толпу с площади. Расстроили любви и сих пор не приведены к ответу, а я там был внутри. Я там внутри пол этого белого здания, которое мы вызвали дом заедом. Неужели эта история будет повторяться? Потому что я вижу, тут упоминаю уже одну детскую сказку. Я буду другую превратила, когда была такая висаная из-за этого базилия, на которой на поле чудес возили. Так, вот у нас человек приехал на велосипеде, а человек, который на всех митингах вон стоит за чем-то, его сюда не пускают. Так, у нас пресса, пятый канал стоит, а здесь люди, люди на переходе. Но там мест нету, мы там тоже не встанем. Вот, да, видите, ситуация. Невозможно пройти поближе к месту проведения митинга. Так, ну я надеюсь, Филипп Киреев снял хорошие кадры, и я у него эти кадры возьму. Так. Субтитры делал DimaTorzok Пушкинская площадь Ассоциация автомобилистов Москвы Леонид Антонов Общественное движение автомобилистов Москвы Департамент транспорта 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 А вот с этого самого года все программы по составу и уличам. Придем ленте, мы будем. Так, на херской тем временем пробка. Пробка, то ли из-за сужения. Уважаемый, день добрый. Здравствуйте. Документики ваши, будьте добры. Так, ну вот. Илья, по отчеству вас как? Александр Илья Александрович. Вы находитесь на массовом мероприятии, да, и огромная просьба не закрывать свое лицо. Потому что это запрещено. Иначе вы будете удалены с него. На будущем. Понятно. Так, значит, мой милый шарфик смутил полицейского. И теперь придется быть без шарфика. Это, кстати, я... Почему удостоверение глюнуло? Ну, потому что зачем отвлекать время. Так, Лексу-то в отставку. У нас тем временем. Товарищи, вот сейчас пришло сообщение таких же, как вы, москвичи, граждане Российской Федерации, пришли на встречу к нам, депутатам, но и их полиция забрала. И сейчас они выходят. Так, кого-то выводы Тверской забрали. Денис Парфенов, Грушевский Александр. Александр, Максим, Владимир, Касов, Евгений, Амуховский, Владимир. Мы их не бросим, сейчас пойдем выручать. Аполиции, вождем. Кричат, значит, задержанных ОВД Тверской активистов сейчас хотят идти выручать. Добрый вечер. Меня зовут Виталий. Я представляю СМИ «Новая Москва». Так, СМИ «Новая Москва». Выступает. «Москва увеличилась». А вам слышно, когда эти люди выступают или нет? Или нужно как-то дублировать? Людей примерно полторы тысячи. Слышно. Поэтому мы требуем, чтобы все москвичи не дремали, а приходили тоже всегда. И рассказывали свою позицию. Благодарю вас. Это первое. Второе. Мы туда не представляем. У вас, я представляю еще один большой крик. Валяка Армании Трансара. Извините, а можно я сейчас сфотографирую быстренько и вы так аккуратненько не подвинетесь? Чуть-чуть. Так, на полшага, да. Я сейчас сфотографирую и вы опять встанете, как вам удобно. У меня не 9,5 тысяч коллег сейчас проза уходится в просмотерному желанию без каких-либо компенсаций. Поэтому мы просим, пожалуйста, наших властей вернуть компания, которая дарила, дарила для всего мира славу России. Наши самолеты, и пусть они были иностранные, они обслуживали россиян, обслуживали Россию. Смотрите, какие делать сейчас Магаган на Дальний Восток. Блин, слушай, ну это какой-то уже цирк. Я думаю, что наверняка, верно, в будущем подходит в ближайшее время. Так, девушка, можно сказать? Ну, в общем, слушайте, вышел чувак и говорит, что авиакомпанию Трансайра уничтожили. Давайте вернем авиакомпанию Трансайра. То есть я честно... Короче, реально митинг обо всем на свете, кроме платных парковок. Уже и про ЖКХ поговорили, и про тарифы на капитальный ремонт. И сейчас вот человек говорил про то, что нужно срочно Трансайра восстановить. Значит, сейчас... Так, сейчас у нас депутат Московской городской думы будет. Я надеюсь, он про парковки скажет. Так, значит, про 97-й год, значит, 98-й год, про то, как ограбили. Значит, так, про нищих миллионеров в 98-м сейчас рассказываю со сцены. Так, 2008-й год. В общем, вот честно, мне очень жалко автомобилистов, которые пришли сюда отстаивать бесплатные парковки в спальных районах, а их кормят вот с каким-то вот этим пропагандистским коммунистическим дерьмом, которое непонятно, почему люди, которые допускают микрофон, они не по повестке дня совершенно выступают. В общем, хочешь слить в протест, давай его коммунистам. Ну, что за дела? В спальных платной парковке это бред. Возможно. Это мы обсудим после, после трансляции. В том, что жалко может по определению, окей. Слышать, молотать. Так, значит, так, рассказывают, что миллион долларов нельзя заработать, их можно только украсть. Сейчас Марк Суперберг смотрит нашу трансляцию и хохочет. Так, слушайте, это уже совсем смешно. Чувак просит Единую Россию не мешать нормальным фракциям. Это говорит чувак от КПРФ. Это та самая партия, которая безропотно поддерживала весь беспредел власти на протяжении всех своих лет нахождения в Думе. Голосовала за все законы, которые сейчас они пытаются ругать. И закон о митингах, и за Платон, и за все остальное. Коммунисты всегда голосовали. И теперь одна из самых послушных партий нашего парламента, она сейчас возмущается, что Единая Россия не мешает им работать. Ну, что за позорище такое? Кто эти люди? Как не институтно такое говорить? Нет, слушайте, реально чувак сейчас стоит на сцене и рассказывает про то, что... Коммунистам мешают в Думе работать. Завтра в 10 часов утра начинается чиновное заседание Московской Гранины. Чиновники из Верии лоббируют. Очередно депрессивный закон. Они отнимают граждан Москвы право на согласование. Они отнимают все право. Так, ну сейчас у нас говорят про то, что чиновники отнимают у граждан право согласования строительных проектов. Это не шутка. Значит, чувак пришел на митинг против расширения зоны платных парковок и рассказывает про согласование строительных проектов. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему каждый, кто дорывается до микрофона, толкает какую-то свою личную повестку, которая никак не согласована вообще с тем, для чего сюда люди собрались. Уходите в отставку, идите работать в бизнес, но не надо мешать свой карман с государством, не надо мешать свой карман с жителей добросовестных москвичами. Ну, вот как потом про это митинг писать? Значит, бороться против коррупционеров у нас. Давайте послушайте. Боже, значит, чувак, коммунист говорит, что нужно бороться с коррупцией не на словах, а на деле. Это тот КПРФ, та самая партия, лидер, который отказался делать запрос по поводу господина Чайки и антикоррупционного расследования Алексея Навального. И теперь они со сцены кричат про коррупцию. Ну, это какой позор, а? Что это такое? Ёлка. Давайте посмотрим на ёлку. Вот это граждане. Граждане пытаются пройти в метро, кстати. Я стою, вот где стоит полицейский автобус, а на нём не гавит. Вы его видите? Спроси у людей, что они думают. Сейчас митинг закончится, выступление, и мы спросим, что думают люди. И в автобусе сходятся. Да, вот это у нас господин полицейский автобус. Лексутова в отставку. То есть чувак выступал против коррупции, против генеросектора, мешает работать, против Мосгордумы, где поэтаж принят закон, что москвичи не смогут согласовывать какие-то проекты строительства, и заканчивается Лексутова в отставку. Мы собрались здесь протестовать против волкёры. Лексутов заявляет, что за нюблые два месяца они собрали уже около пяти миллиардов сплатных пунктов. Это за год они соберут около тридцати миллиардов. Это больше, чем все разгоны наносил для пассажирский транспорт. И что они сделали это безплатно, как в том же тайне? Значит так, говорят, что у Лексутова какое-то... Значит, Мосленто пишет, Мосленто, главная московская письма, пишет о шести задержанных, которые повезли в УВД Тверское. Так, Мосленто, по-моему, один из первых выступающих, который выступает в соответствии с заявленной темой. Так, значит, говорят, что у Лексутова все деньги... Нет! 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 Я думаю, что Лексутова нам нужен! Мы живем вместе! В тюрьме! Так...отлично. Значит, Лексутова в тюрьме. Место Лексутова в тюрьме. Так, хотят заканчивать. Так, значит, это мой последний выступающий и трансляцию будут заканчивать. Вот у нас это двойной, двойной перископ. Как дела? Вы узнали, это Дима Терновский, он у нас. Дима Терновский, да, и, кстати, полицейские не решают шарфики на лицо натягивать. А это не акция. А вот он говорит, что акция, да. Здесь пока просто зима. А зимой можно. Меня чуть-чуть заградить за просочку. Говорят, нельзя. С одной стороны, они говорят, что это не митинг. С другой стороны, говорят, что масочка нельзя. Получается, как все странно. Сколько человек? Как ты оцениваешь количество участников, Дмитрий? Я считаю, что здесь от 500 до 700 человек максимум. То есть, я в полторы тысячи преувеличил. Мне кажется, да. Петя Шкуматов только что озвучил. Не знаю, слышно, нет? Да. Куматов только что озвучил цифру в 5 тысяч. Кто-нибудь больше. Да. Ну, 5 тысяч он, конечно, Петя преувеличивает. Петя переборщил. Как ты думаешь, почему все выступающие выступают о чем угодно, а не о платных парковках? Я хочу им. Есть ли вообще им что сказать про платные парковки? Почему они? Про капитальный ремонт, про какое-то строительство, про что они еще выступали? Если подойдешь поближе туда к выступающим, я там стоял полчаса, послушаешь, как они между собой переговариваются, представители КПРФ, начинают переживать. Васильевич, Васильевич, сейчас ОДПР придет. Ты чего? Как мы могли это допустить? И так далее. Смотри, там свои какие-то терки у людей. То есть, КПРФ, ОДПРФ. То есть, об этом там все что угодно, да? Все что угодно, по сути. Там, короче, самое интересное. Стоишь рядом с ними, и все сразу понятно. Ясно. Скажи лучше, где КАЦ? Скирован где-нибудь у тебя подъем? КАЦ нет. КАЦ нет. Сколько у тебя там человек? У меня 500 было. Было, было, но пошел. Ты, видимо, не там стоял, поэтому, видишь, тебе не интересно смотреть. Так, ладно. Кто там выступает? Очередной не очень ясно. Вот какого-то синячка выводят, который пришел. Я еще офигел, в начале, когда есть куча каких-то бабок стояла. Да, они первыми ломились сюда. На самом деле, на митинг. Говорили, что они специально приехали, потому что снег, елки и тусовка. Бабик приехал на тусовку. Как ты считаешь, так мало реальных автомобилистов, которые реально пришли по проблеме решения зоны подпарковки, их мало? А ты против расширения зоны платных парковок? Нет, ну... Ты против расширения зоны платных парковок или нет? Да нет. Нет, ты не против. Вот автомобилист, который не против. Я против! Лексутова в тюрьму. Лексутова в тюрьму, давай. Да нет, ну чего нет. Я против бездумного уничтожения мест парковочных, которые тоже происходят. И незаконной эвакуации, которая тоже происходят. И безответственных людей. И против бардака со знаками, с разметкой и прочей херней. Ну, короче, против нормальных вещей, когда это реально мешает, когда это реально плохо, а не то, о чем здесь говорят. Понятно. Так, ну что, это был у нас Дмитрий Терновский. Как ты там, значит, это борьба с пробками, да? Организация у вас называется? Я вообще страны без допусков. Ну, ты же входишь в это. Олег мой друг, друг мой. Ну, ты же тоже в него входишь. Нет. Я видел ты на совещаниях различных мэрских, и ты подписан, как Дмитрий Терновский, фонд борьбы с пробками. 17-й советник Собянин. Нет, не про совет, ну, про как пробок нет, да, у вас называется организация? Пробок нет. Да, наконец-таки вот организация пробок нет, она начала заниматься конструктивной повесткой, потому что раньше она занималась всякой хуйней, а в последнее время они борются за все хорошее. Против подземных переходов, за вот дорожную диету, сегодня Шумский опубликовал, они исправились. Хотя многие, я связываю с приходом туда Дмитрия Терновского, он несет добро и свет. А раньше, а пробок нет, хочу напомнить, они как раз вначале занимались всякой популистской хуйней, типа построим новую эстакаду, построим новую дорогу и совершенно неконструктивным подходом. Вот, а сейчас пробок нет, почитали мои посты и стали заниматься делом, они молодцы. Он что-то сказал, что это из-за меня, а теперь он еще постов. Подожди, а ты, раз, мои посты не читал, я тебя сколько учил, я тебя учил, учил, и выкинул тебя из гнезда, выкинул тебя из гнезда, и ты пошел нести, как миссионер, нести знания людям, вот. Так что ты, ты, ты молодец. Так, ну что, надо посмотреть в митинг. Пойдем, народ. Тем меры, которые вводят заплатные парковки и согласовывают их с жителями, как и с муниципальными депутатами. А если посмотреть, что там есть, то есть неочередные собрания среда депутатов, которые поддерживают еще больше увеличение заплатных парковок на территории наших с вами окраин. Здравствуйте, только в акции не такие высокие закладные, чтобы платить за то, чтобы привлекать машины. Сходи, лучше иди, возьми интервью Вадима Коровина. А где он? Он стоит на такой же буржайке, только к той стороне. А как я до туда дойду? И ты увидишь, у него шапка с американским флагом, он прям хочет всем рассказать, как он съездил на курсе в Америке. А до туда не дойти? Как до туда дойти? Просто прямо находишь и поднимаешься. Так, ну что, пойдем искать Вадима Коровина. Вадим депутатам, сможем в Существу же не сказать своим избирателям, что они сам платят парковку. Да никто, никто их не перезберет после этого. Поэтому я призываю всех вас узнать, когда следующее заседание Совета депутатов. Приди туда и вынести на рассмотрение. Вопрос, как зависит от разности платных парковок. Тем более прецеденты уже есть. Уважаемые граждане, район отрадный. Наш коллега Николай Вильмакер добился того, чтобы официальный поезд на постановление... Вообще инстанции, которые сейчас... А, помоек. Так, ну что, друзья, мы ищем Вадима Коровина. Моего друга, активиста, автомобилиста, человека. Одного из тех людей, кто говорит, что этот митинг поддерживает, поддерживает. Так. Сейчас Петя Шкуматов, я, по-моему, вижу. Вот, по-моему, Петя Шкуматов дает интервью. Сейчас мы посмотрим, действительно ли это он. Наоборот, мы думаем, что нам не то, что не будут помогать, нам будут активно мешать. И единственное, что мы можем противопоставить, это заинтересованность, олимпиады, граждан, и то, что у нас много. Если у нас будет много, то мы можем совершенно спокойно добиться тех требований, которые мы перед ними ставим. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Петя, друг мой, друг мой. Я веду трансляцию в Перископ. Быстро, быстро. Я понял. Это испортится моя фикарная прическа. Быстро, давай. Против платных парковок, расширения. Почему на митинге по делу никто не говорит? Почему про капитальный ремонт какой-то? Где про платные парковки? Ты один. Ты один можешь сказать всю правду людям. Давай. Ты в прямом эфире. Всем привет. Сколько с нас смотрят? 400, но сейчас будет больше. Ну, я понял. Ты сейчас сжечь начнешь, будет больше. 300 человек. Значит, первое. Естественно, политические партии стараются заявить всю повестку протестную, которая у них есть. Это неплохо. Ну да, так и есть. Так мы не можем на это повлиять. Это встреча с депутатами Госдумы. Но это не является какой-то большой проблемой, потому что мы все москвичи. Мы все имеем отношение и к ремонту, и к медицине. Про платные парковки, Петя, скажи хоть что-нибудь людям. По платным парковкам. Соответственно, по платным парковкам мы выдвигаем три требования в рамках коалиции защиты конституционных прав москвичей. Первое требование – отправить Максима Лексутова в отставку. Лексутова в отставку. Да, Лексутова в отставку – это раз. Второе. Мы требуем, чтобы платные парковки за пределами третьего транспортного кольца были отменены. Решение было отменено. Отменить платные парковки за трешкой. И третье требование – это в тех районах, где сейчас есть платная парковка, то есть в центре Москвы, в пределах трешки, чтобы решение о ввозе платной В этой парковке принимали жители и муниципальные директора. Так уже везде парковки есть, их надо тоже отменить и заново принять? Жители должны пересмотреть это решение. И в случае чего они отменить внутри третьего? Если они решат, допустим, что у них на улице не должна быть платная парковка, то, естественно, ее там быть не должно. Если жители решат, что там должна быть платная парковка, то, конечно же, никто не должен будет выйти и протестовать против их решения. Подожди, а если жители из Щукино решат, что у них должна быть платная парковка, Они могут это сделать или нет? Еще раз повторюсь, что платная парковка должна быть ограничена определенными территориями в рамках каждого города. Я думаю, что это исторический центр. Возможная платная парковка, не вся платная, не в смысле она везде должна быть, а возможная платная парковка должна быть ограничена какими-то границами. В Москве это либо Садовое кольцо, как предлагают одни люди, или Третье кольцо, как предлагают другие. Дальше, внутри Третьего кольца необходимо проведение, по сути, районных референдумов, где жители должны решить, нужна им платная парковка в их контракте.